Божьей милостью, дорогие братья и сестры, мы провели дни Святой Пасхи. Господь на протяжении трех с половиной лет нам возвещал тайны Царства Небесного. Он нам открыл загробную жизнь. Он нам открыл, как с человеком будет по Его славному воскресенью. И сегодня мы с вами приблизились к тому событию, когда пришло время оставить землю и зайти к Отцу Небесному, как Сам Спаситель Мира сказал, уготовить место для любящих Его. Вознесся из Его славы Христе Божья радость, сутаривый учеником обетования Святого Духа. По воскресенье Своем Господь явился своим ученикам дверям затворенным и дунул на них, сказал, примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им, им же удержите удержаться. Эти слова вдохновили святых апостолов, потому что, как и прежде, они получили благодать вспомоществующему человеку на его жизненном пути. Но Он ставит одно условие, чтобы они не отлучались от Иерусалима, от Святого Храма, пока они получат обетование Святого Духа. Господь наш Иисус Христос сказал, я оставлю вас, иду, чтобы пришел другой утешитель, который будет руководить вашей жизнью. И сегодня апостолы собрались на Иллионскую гору, где Христос благословил их и начал возноситься на небо. Апостолы смотрели, как облако возносило Спасителя мира, и после вознесения на небо Он посылает своих ангелов, которые возвещают братья, что вы смотрите. Господь придет в живославе вторично для того, чтобы не учить, а дать миру возможность получить то, что Он заслужил. То есть Он придет во славе на суд славный для праведников и страшный для грешников. Но они в радости пребывая, возвратились в Иерусалимский храм и постоянно пребывали в молитве, но постоянно учили людей, собиравшихся в Святый Град Иерусалим. Они непрестанно учили тем тайнам и указывали того, который распяли первосвященники и книжники, который умер за весь человеческий род один, как сказал Каяфа. Лучше умереть одному человеку, нежели погибнуть всему миру. И сегодня Он посылает небесное Свое благословение, которое не заканчивается до Его Второго пришествия, вознесся на небо. Мы с вами, возлюбленные во Христе, братья и сестры, имеем возможность быть всегда с Богом. В беседе с Самарянкой Христос Спаситель мира сковно станет время, что не только в Иерусалиме, не только на горе Горизин, а на всяком месте человек может в Духе и Истине поклоняться живому Богу. Богу, который пришел в нас ради, нашего ради спасения на землю и совершил искупление своими страданиями, разрушив узы ада своей смертью и воскресил всякого человека. Господь показал, как Он неотступно пребывает в нашей жизни. Он показал славное преображение на горе Фавор, что если человек не преобразится в этой временной жизни, потому что первородный грех его крещением и нашим с вами крещением потерял силу. Благодать Святого Духа действует изнутри человека. Она вдохновляет человека, она напоминает о том, что он не просто есть человек земный, но он небоземный. Потому что то время, когда был создан Адам, земля была святая, и Адам постоянно находился в любви Божьей, и Бог непрестанно пребывал с ним. Но грех, непослушание разделили нас от любви Божьей, и настало некоторое время, когда человек был во вражде с Богом, и главные враги, то и вражде дьявол, который до сегодняшнего дня приносит много страданий, много мучений человеку здесь, на земле, не говоря уже о вечных муках и страданиях в загробной жизни. После своего славного преображения Господь даровал нам возможность через покаяние, через слушание Его Слова и жить по этому слову, во дворе в нашу жизнь с вами. Человек превосходит от силы в силу, немощная врачующая, скудивающая, восполняющая. Любовь Божия ложится в гроб для того, чтобы уснув временным сном смерти, дать нам жизнь вечную, и он нисходит при Исподней земле. Сияние Божественной природы уже здесь не как человека, но он как человек снисходит при Исподней земли, но здесь вступает в силу Божественная природа. Возьмите врата князь и ваша, возьмите врата вечные, нигде царславы, кто есть и царславы, Господь сил, то есть царславы. Здесь Господь Спаситель мира показывает свою Божественную природу, потому что Он учил Своим творческим словом, совершая разного рода чудеса. В воскресенье сына Наимской, да вы встань, расслабленного встань, возьми одр свой, дочь сотника, и множество, множество чудес, которые совершил Господь в земной жизни, и он богослов свидетельствует. Всему миру не вместите пишемых книг. И сегодня Господь, пребывая с учениками, Он указал еще раз, что каждый верующий в Него будет иметь жизнь вечную, и придет от смерти в живот вечный. Некое здесь предстоящий не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие. О чем говорил Господь? Господь говорил о славном Своем преображении. Трех свидетелей, которые видели преображение, они еще были в оплоти, но уже увидели Царство Божие, пришествие в силе. И свидетели этого были пророки Илья и Моисей. Илья был от тех, который был восхищен на небо живым, а Моисей от умерших, который находился, трудно нам сказать, при Исподней земле, потому что Господь не мог попустить дьяволу, дать насилие над праведниками. Поэтому мы затрудняемся что-то сказать о ихнем пребывании, но мы знаем, что они не могли войти в Царство Небесное, потому что оно было затворено. И сегодня Господь показывает нам свою благодать и силу, что те, которые действительно приимлют Его Слово, живут по этому Слову, они будут вознесены на небо, как и Он Сам, уготовляя место для нас с вами. Часто мы не можем понять промысла Божьего, силы Божественной любви. И вот в жизни Иисуса Христа открывается смысл нашего бытия, открывается смысл нашей вечной жизни, потому что человек по природе христианин, он подобен всем Христу. Мы не можем видеть Бога, потому что эту езду в Бога никто же нигде не видит. Но приходит время, и Он обитает вместе с нами, говорит Пророк. И даже указывает, что неимущие вида в своих страданиях переносят все тяготы человеческого рода. Поэтому сегодняшний день он для нас радостный, потому что мы ждем обитывания Святого Духа. Духа, который наставит на всякую правду. Духа, который будет где-то водителем нас с вами, потому что без Божьей милости мы с вами не можем ничего. Поэтому, дорогие братья и сестры, как раз в Вознесении Господнем мы видим троечность Бога, потому что Бог сотворил человека, Христос явился в мир не как только человек и не как Бог. Потому что если была бы божественна дна природа, он не мог пострадать за человеческий род. Если была бы одна только природа человека, он не мог бы воскреснуть с мертвых. Как и многие, все кроме Него, приходя в этот мир, они возвращали свою землю после грехопадения и душа возвращалась к Богу. На сегодня он говорит о том, что Дух Святый, Третья ипостая живоначальной Троицы, через десять дней по вознесению Его снесойдет на землю. Он умолит Отца Небесного, дабы тот, как и прежде, был милосердным падшему человеку и даровал свою божественную благодать и силу. Господь, дорогие братья и сестры, не оставляет нас просто так. Он дает нам возможность соприкоснуться и на земле с его славным вознесением. Мы с вами бываем на Святой Ильонской горе, где он, возносясь на небо, оставил след своих стоп. Земля приняла мягкость для того, чтобы его ноги постоянно стояли с нами, постоянно указывая, как он на Голгофе, так и по воскресенье он с нами находится здесь. Наша Святая Земля называется Вторым Иерусалим Каупичерская Лавра, Почаевская Лавра, потому что здесь святые небожители, они были людьми, но настолько они усовершенствовали свою жизнь, что Господь не оставил нас серых. Сегодня мы, дорогие братья и сестры, еще раз, еще раз благодарим милосердие Божие. Благодарим за все, что Он сотворил нас, за то, что Он из небытия привел этот прекрасный мир, чтобы разделить с нами вечную любовь радости. Господь обещал Царство Небесное. Мы Его получаем незаслуженно, потому что мы не можем сделать ничего большее. мы делаем лишь только то, что нам необходимо. Но по Своей любви Господь дарует все блага здесь, на земле. Вкусите и видите, яко благ Господь. И после нашего земного, здесь бытия, прохождения и удовольствия земной, мы также возносимся на небо. Обители в Отца суть многих. Каждый получит за свой подвиг жизни, за верность Христу Его Святой Церкви. Поэтому, дорогие братья и сестры, никто не мог сказать, как только один Христос, я есть свет миру, я есть путь и истина, я есть жизнь. Каким бы ни был высоким саном человек, достижение земной славы, но ни один здравом мыслящий этих слов не может сказать, потому что все смерть в едином часе приемлет. А здесь смерть не подвластна Богочеловеку, здесь смерть повинуется, но она уступает по Его слову для того, чтобы разрушить силы ада, ослабить, совсем их умертвить и дать человеку возможность получить вечное блаженство. И мы сегодня ждем утешителя Духа Святого, который и так непрестанно с нами, но он изобильно сойдет день Пятидесятницы, устроя Святую Церковь, тихую пристань на земле, и здесь постоянно будет Отец Небесный выслушивать наши прошения, видеть наши слезы и воздыхания. К сожалению, мы не всегда умеем благодарить и разделять радость свою с Господом. Мы часто уединяемся сами с собой или еще с кем-то другим земным человеком, но лишь только не с Творцом Своим Небесным. Вкусите и видите, как благо Господь. И пускай всемилостивый Господь, посылая свое божественное благословение, возносясь на небо, никогда не оставит нас, а мы в свою очередь не оставим и святый храм, не оставим Бога, а в свете лица Его пойдем по земному пути и придем к тихой пристани Царства Небесного. Храни вас все Господь и с великим радостным праздником, праздником вечности, праздником благодати в Царстве Небесном. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова